В иностранной делегации 41 человек. Доктора и студенты медицинских университетов. Всего три часа на работу. У гостей из Южной Кореи и Японии обратные рейсы на самолеты. Они прилетели в Артем по приглашению градоначальника на конференцию. За последние два года она уже пятая международного уровня, но первая по теме здравоохранения. Организационные вопросы взял на себя муниципалитет, дав нашим врачам возможность ознакомиться с работой своих коллег из Пусана и японского Абихира. По факту у них обеспечение материально-техническое, конечно, лучше. Это же финансирует зависимо. Поэтому, ну, рано или поздно мы, наверное, тоже в России до этого дойдем. Переговорили о том, что в будущем в Артеме организовать именно медицинский центр диагностики города Пусана. Это же хорошо, взаимодействие, взаимообмен информацией, исследования. Это же прогресс. Организовать вот этот, как вы правильно заметили, мост, взаимоотношения между нашими докторами, нашими медиками. Это наша задача. А там дальше специфика. Это уже между собой они будут вести переговоры. Я думаю, найдут общее понимание, общий язык. Как высказались врачи, рак, особенно желудочно-кишечного тракта, характерная болезнь для населения Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках конференции врачи из Пусана поделились опытом проведенных клинических испытаний новейшего оборудования, которое используется для лечения в офтальмологии и онкологии. Не без интереса гости выслушали и нашу статистику. У мужчин в Артеме чаще выявляют рак легких, у женщин рак груди и, как правило, на поздних стадиях. Главная цель подобных встреч – передать врачам полученные знания. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция снабдит информацией и врачей, и пациентов. Россия, Япония, Южная Корея – мы находимся так близко. Хотелось бы развитие отношений, чтобы следующая такая конференция прошла уже в Пусане. У артемовских врачей уже есть практика международного сотрудничества. Первая городская больница не раз отправляла на обучение и повышение квалификации своих сотрудников в Пусан и Сеул. Врачи-россияне на хорошем счету в международных диагностических центрах, которые открыты в Приморье. Вообще молодцы, очень хорошо обучают, очень хорошо тренируют. И уже они получают очень хороший уровень медицинского обслуживания. Конечно, мы считаем, что японская медицина тоже хорошая, качество хорошее. Но у вас в России тоже есть преимущество. У нас реабилитация – это очень комплексный подход, индивидуальный подход. Но мало используется физиотерапия. У вас более развита. Поэтому я считаю, что очень важно обменяться опытами, мнениями. В рамках этого визита состоялось подписание протокола о намерениях сотрудничества между городом Артемом и Южнокорейским фондом «Гриндокторс». Стороны таким образом выразили обоюдное стремление обмениваться специалистами, направлять российских пациентов для обследования в Пусан. Может быть, нам немножко подешевле будет лечение наших жителей, именно нашего города. Проекты, которые дорогостоящие будут, здесь надо будет рассматривать. Естественно, мы будем выходить на департамент здравоохранения, если что, объединяться и совместными усилиями будем продвигать лечение наших и диагностику наших жителей. Ну, не только, наверное, города Артема. Город Артем – как бы стартовая площадка. А, наверное, там будет заинтересованный департамент края. Можно сказать, что эта конференция стала репетицией. В следующем году город Артем планирует собрать у себя на территории масштабный международный медицинский форум, расширив число участников и лекторов. Подготовку к нему международный отдел администрации округа уже начал. Ирина Анциферова, Илья Тишкин, Амир Зинатулин. Городские новости.